Шоколадные яйца есть. Сею помидоры на рассаду. Глянцевый, блестящий. Цыплята будут в снегу. Вольер кое-кого ожидает. Куда, 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 куда? На самых первых кистей. Когда очень сухой, я бы даже сказала, пересохший вольер, когда нет дождей, очень хорошо собрать сухой помид. Вот так вот стараюсь сгребать. Помид в сухом виде сразу выношу в огород. В огород на грядке, где выкопан урожай. И когда сухой вольер, очень удобно это делать, потому что сгребается именно сухой помид. В чистом виде. А-а-а-а-а-а. А-а-а-а-а. КОНЕЦ 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 Приезжаю и сразу выпускаю эту банду. И пока они гуляют, я меняю воду, насыпаю комбикорм, убираю у них здесь вольере, потому что когда я буду уезжать, я обязательно их буду закрывать в целях безопасности. а пока они гуляют а Продолжение следует... 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 и каждый год с огромным урожаем. А уже сортовые семена, конечно же, я собираю семена. Только те, которые мне очень дороги, которые очень дорогие в моей коллекции, как память или же очень-очень сильно урожайные. А так как я люблю посадить разные помидоры, большой ассортимент, чтобы были помидоры разные, поэтому с гибридов семена я не собираю. А покупаю 10-20 семян в зависимости от гибрида. И в зависимости от того, сколько кустиков я хочу посадить этого гибрида помидор. Семена гибридов, которые выращены профессионально, это Голландия, Нидерланды, Франция, Италия, Турция, Америка. Конечно, урожай с таких семян гораздо лучше, чем если мы соберем F2 и посеем. Такие семена собраны из гибридов. Особенно, когда нет места, где ее выращивать. Это все на стеллажах с февраля месяца. И по май месяц все это каждый день ухаживаем за каждым росточком помидоров. Я считаю, что лучше купить оригинальные семена каждый год, поштучно, несколько штук, и вырастить огромнейший урожай помидоров. А вот такой помидор, это, конечно, уже помидор, с которого я собираю семена. Это помидор как память. Это помидор, который садил еще мой папа. Поэтому вот с таких помидоров я собираю семена и выращиваю уже из собранных собственноручно семян. Потому что, естественно, купить семена такие я уже нигде не куплю. А семена гибридов я считаю, что нужно покупать каждый год из профессиональных пачек. Если уже заниматься этим, то для того, чтобы получить отличный конечный результат. Семена должны быть оригинальные. То есть из пачек промышленных. И тогда результат выращивания помидор будет радовать. И семена черри, это тоже гибрид. Поэтому я не собираю семена. А каждый год покупаю семена вот таких наисладчайших помидоров черри. Семена черри, это тоже гибрид. Семена черри, это тоже гибрид. Самые крупные, самые лучшие и желательно с самых первых кистей. И желательно, которые ближе к стволу. Помидоры расположены на кисти. Это тоже гибрид. Смотрите продолжение в следующей части. Она самая первая, вся дозрела, вся поспела прямо на кисти. И вот эти семена будут самые лучшие. Поэтому будем собирать. Вот эти вот, которые в конце кисти, я уже на семена не беру. Приступаю к следующей кисти. Вот. На семена отбираются самые лучшие помидоры. И покажу, как я это делаю. Как я собираю семена из помидоров. Для этого мне нужна емкость, куда я буду складывать семена, и емкость, куда я буду складывать уже помидор без семян. Семена собираю легко и просто показываю, как. Беру помидор, разрезаю его наполовину, вот так вот. И у нас получаются семена с двух сторон. И вот так вот прижимая, всё, здесь семян уже нету. Очень быстро всё это делается. Разрезаю. И вот так. Никаких ложек, никаких вилок. Всё. Немножко придавливая со всех сторон, семена все оказываются у меня в ведре. Вот так. Всё. Очень-очень быстро. Вот так вот. Вот все семечки у нас в коробочках. Три коробочки. Я три раза вот так нажимаю, и эти коробочки все выпадают. Всё. Пусто. Три коробочки. Раз, два и три. И всё. Теперь вот это прямо всё в ведёрке я ставлю в кладовку. И у меня там в кладовке оно должно постоять три дня. Когда пройдёт три дня, на сито, на друшляк и промыть. И всё, и всё, и просушить. Из этого я сделаю томатный сок. Естественно, перед тем, как собирать семена, помидоры я хорошо помыла. А вот это на три дня ставлю в кладовку. Через три дня это всё промыть хорошо. Я промываю на друшляк. Сливаю и под проточной водой хорошо промываю. И высыпаю на какую-то бумагу, большой лист бумаги и подписываю обязательно сорт. А когда семена высохнут, складываю в пакет. И до восьмого марта. Восьмого марта я сею помидоры на рассаду. Огромный вырос баклажан. Смотрите, какой. Баклажан Сара. Вот такой он. Красивый, глянцевый, блестящий, свежий баклажан. Это блестящий и с зелёной вот такой вот шапочкой. А когда он уже не свежий, то шапочка начинает подсыхать, коричневеть. И пропадает вот этот глянец на баклажане. И на этом кустике ещё есть ещё баклажаны. Тут ещё маленький. Ну, в общем, на порцию я сейчас наищу. Наконец-то освободилась. Иду собирать яйца. Сейчас у меня очень много работы. Поэтому яйца сейчас собираю. Не в первую очередь. Главная новость. У нас есть квочка. Курочка заквактала. Скоро уже сентябрь. А у нас образовалась вот такая квочка. Это курочка помесная. С петухом мараном. И несёт она коричневые шоколадные яйца. Это не чистопородная курочка маран. Она заквахтала. Конец августа. И что теперь мы с ней будем делать? Скажите, пожалуйста. Вот что? Что с ней делать теперь? Садить на яйца? На снег садить тебя, да? Потом цыплята будут в снегу? Иди гуляй. Вот такая она красавица. Идём, идём, идём. Давай, 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 давай. Давай, не возмущайся. Не возмущайся. Иди гуляй. Иди. Попей воду. Покушай. Могу её, конечно, за вольер высадить. И всё пройдёт. Собираю яйца. Собираю. Но такая помесная курочка у меня не одна. Поэтому шоколадные яйца есть. И ещё есть. И чистопородные есть курочки маран. Как раз они здесь, в этом вольере. Крупное яйцо. Зелёное. Вернее, голубое. Яйца крупные. Это несутся у меня старые куры. Вот такие крупнющие яйца несут. Проверка. Приближается к нам проверка. Готовьте билеты. Летом, конечно, много работы на огороде. Всё, что... Клюнули яйцо, смотрите. Всё, что делаю я в курятнике и на огороде, стараюсь показать. Очень много сейчас работы. А самая главная сейчас работа – это полив огорода. Только что очень много времени у меня заняло. Это полив. Полив двух теплиц. Баклажаны. Астры. Помидоры. Всё это я только что поливала. Ну, а самое главное – полив капусты. Капуста состоит из воды. Если капусту не поливать, урожая капусты не будет. Поэтому поливаю, а вот урожай капусты вам обязательно покажу. Здесь у нас... Ой, а тут прямо катастрофа. Тут прямо прилипло уже. Вот так вот клюнули яйцо. Но если эти гнёзда я уже закончу обработку от красного клеща и сделаю так, как надо, то вот такого яйца уже не будет. Потому что вот это происходит в этом гнезде, потому что у меня там гнёзда открытые. Аккуратно надо положить. И недоделанный, скажем так. Я в этих гнёздах убрала линолеум. И получается, что горки, ската здесь нет. И когда курочка несёт яйцо, оно лежит на совершенно ровной поверхности. И сразу, как только она снесла яйцо, оно не скатывается. А скатывается только тогда, когда она заденет яйцо лапой или же клювом. И вот такое получается, что иногда повреждённые яйца в этом гнезде. Но уже когда я буду доделывать эти гнёзда, закрою здесь линолеумом, и будет ровная горочка, по которой прекрасно скатится яйцо сразу, как только курица снесёт его. И битых вот так вот не будет. Индюшек с третьего вольера выпустила на траву. Они гуляют сейчас на улице. Курочек сегодня не выпускаю, потому что сегодня хочу раньше уехать домой. Поэтому курочки сегодня сидят в курятниках. То есть в своих вольерах. Все на своих местах. Так, а мы посмотрим, что несут нам эти курочки. Да, сегодня я убрала здесь. Не показывала вам. Ну вот, почистила в курятнике. Сегодня купила солому. Один тюк у нас 50 гривен. Купила солому красивую вот такую. И, естественно, всё повычищала. Везде, во всех вольерах поменяла подстилку. Поэтому сегодня у нас красота. Смотрите, как зарастает спинка у курочки Маран. Все пёрышки обновляются. И скоро эта курочка начнёт нестись. Этот вольер я убрала. И для того, чтобы у меня курочки не пачкали весь этот отсек, им хватит здесь насесток. Я здесь, естественно, всё почистила, закрыла. И этот вольер кое-кого ожидает. Скоро вы об этом всё узнаете. Всё покажу. Здесь четыре красивых яйца. Четыре яйца ликорна. Не могу уже взять четыре. Укрупняются яйца. Уже становятся крупнее. Индюшки не несутся. И курочка Маран тоже не снесла яйца. Или горный. Я так понимаю, несутся не все. А только самые порядочные, самые дисциплинированные. Вот такая красивая спинка уже у курочки. Опа! Вся семейка в сборе. Куда, 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 куда? Не успела. Не успела. Не успела. Не успела закрыть. Ну ладно, сейчас заберу яйца, потом закрою. Курочка. Будете ещё гулять? А мне надо уезжать. Курочка. Заберу яйца шёлковой курочки. А ну-ка. Два яйца есть. Гнёздышко такое сделала себе. Так и оставляю. Ничего не трогаю. Так, цыплята все на месте. Вот как раз я их и закрою. Всё. Можно закрывать. Все на месте. Пусть пока сидят закрытые, в домике им хорошо, не жарко, не холодно, как раз отлично. А вот как раз и индюшки гуляют, кушают траву вдоволь, сколько захотят. Вот так вот. Индюкам обязательно нужна сетка. Видите? Какая летающая птица. Ну вот зачем здесь сидеть? И неудобно же там сидеть на тоненьком, но всё равно хочет быть выше всех. Всех спрятала? А ну заходи в вольер. Посредине выгула. Уселась. Заходи в вольер. Быстренько. Навела порядок. Здесь всё сухо, чисто. Свежая солома. А ну-ка заходи в вольер. Быстренько. Заводи, цыплят. Заводи, заводи. Идём. Идём. Идём в вольер. Быстренько. Пошли, пошли, пошли. Вставай, вставай, вставай. Идём, 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 идём. Идите, идите за мамой. Быстренько, быстренько. Заходи, заходи. Заходим, заходим. Все заходим в вольер. Заходи, заходи. Вот здесь нужно сидеть. А вот это результат. И это только часть того, что уже сделано. Помидоры маринованные с луком, аджика, кетчуп и томатные соки. Субтитры добавил DimaTorzok 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 Субтитры добавил DimaTorzok